МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обычно, в это время с вами новости 24. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции. В заседании, прошедшем под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина, также участвовали премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди. Президент Республики Казахстан Касым Джамар Такаев, председатель Китайской Народной Республики Синьзипин, исполняющий обязанности президента премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Джапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан, президент Республики Таджикистан Имамали Рахмон. Кроме того, в работе саммита приняли участие представители государственных наблюдателей при ШОС, президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани, президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, президент Монголии Халтмайгин Батулга, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, а также генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиосов. В соответствии с повесткой дня встречи обсуждены вопросы дальнейшего углубления многопланового взаимодействия в рамках ШОС. На саммите выступил президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан господину Мерзиёеву. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, сердечно приветствую всех участников саммита Шанхайской организации сотрудничества, искренно признателен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию нашей встречи. Хочу особо подчеркнуть высокую эффективность российского председательства ШОС, несмотря на все сложности, вызванные пандемией. Без сомнений, документы, подготовленные сегодня к рассмотрению, будут способствовать дальнейшему укреплению роли и авторитета нашей организации в мире. Рад видеть уважаемое Садыра Нурхаджаевича Джабарова на нашем саммите. Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнер, всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному развитию и благополучию. Мы также приветствуем договоренности о полном прекращении огня и всех военных действий зоне Нагорного-Карабахского конфликта, достигнутые при активном содействии Российской Федерации. Выражаем надежду на скорейшее восстановление мирной жизни и стабильности в этом регионе. Уважаемые коллеги, сегодня ШОС находится на принципиально новом этапе своего развития. Пандемия, повлекшая за собой резкое сокращение торгово-экономических связей, Спад производства, рост безработицы, крайне негативно влияет на динамику нашего развития. Наряду с этим обостряется военно-политическая ситуация в отдельных регионах мира. Усиливается противоречие на межнациональной и межрелигиозной основе. Эти глобальные вызовы и угрозы можно преодолеть только путем сохранения и приумножения наших традиций добрососедства, равноправия, доверия и учета интересов друг друга. Сегодня как никогда важно укреплять шанхайский дух. Это уникальный опыт многостороннего сотрудничества, являющий нашим общим достоянием и выражающий наши стремления к совместному развитию, уважению к многообразию культур. ШОС сильна только тогда, когда силен каждый из нас. Для этого важна взаимная поддержка, совместный поиск компромиссов по ключевым вопросам нашей повестки дня. Именно такой подход становится сегодня главным условием обеспечения безопасности, устойчивого развития на пространстве Евразии. Это отвечает интересам народов наших стран. Уважаемые участники саммита, позвольте коротко остановиться на нашем видении актуальных задач ШОС. Первое. Особое внимание требует вопроса усиления сотрудничества в сфере экономики. Наша главная цель – оживление торгово-экономических связей и промышленной кооперации. Уверен, что самым эффективным способом ее достижения является реализация совместных антикризисных программ, предусматривающих устранение барьеров во взаимной торговле, упрощение таможенных процедур и их гармонизацию и цифрализацию, развитие электронной коммерции между нашими странами, поощрение взаимных инвестиций. Предлагаю вместе выработать новые, в том числе нестандартные подходы, о чем сейчас подробно, Владимир Владимирович, вы сказали, что на самом деле, когда мы говорим о гуманитарных своих целях, а дороги закрываем, это нас очень много беспокоит. К развитию наших торгово-экономических и инвестиционных связей в условиях пандемии они должны стать основой плана ШОС по реализации программы торгово-экономического сотрудничества. Жизненно важное значение имеет разработка конкретных мер по реализации программы сотрудничества в области продовольственной безопасности. Выступаем также за принятие программы стимулированной промышленной кооперации между деловыми кругами наших стран. Второе. Пандемии ускорили процесс цифрализации. Информационные технологии становятся драйвером экономического роста. Предлагаю разработать программу ШОС по развитию цифровой грамотности, направленную на обучение населения, подготовку профильных специалистов на основе согласованных учебных программ. Считаем своевременным принимаемым сегодня заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики. Третье. В нынешних условиях важно направить совместные усилия по поддержке нуждающихся слоев населения и сокращения бедности. Для координации нашего взаимодействия в этой сфере считаю необходимым создание механизма совещаний глав министерств и ведомств, ответственных за борьбу с бедностью. Предлагаю разработать программу сотрудничества государств-членов ШОС в этом направлении, а также провести в Узбекистане международный форум для выработки согласованных мер по ее реализации. Уверен, что в реализации этой инициативы был бы полезен успешный опыт Китайской Народной Республики. Четвертое. Весьма важно расширить совместное противодействие новым вызовам и угрозам здоровью населения наших стран. Сегодня человечество сталкивается с ранее неизвестными инфекциями. Борьба с ними становится частью нашей повседневной жизни. В этой связи мы приветствуем принятие на сегодняшнем саммите комплексного плана совместных мер по противодействию угрозам эпидемии. Важно обеспечить его практическую реализацию, наладить действенный информационный обмен о распространении опасных инфекционных заболеваний. С целью налаживания эффективного взаимодействия между профильными клиниками наших стран предлагаем создать сеть медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии. В рамках этой сети могут быть реализованы взаимовыгодные проекты, направленные на обмен опытом в сфере диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней, организацию деятельности совместных отрядов врачей и, самое главное, их подготовку. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем нашим партнерам, прежде всего России и Китаю, за оказанную Узбекистану большую помощь и поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией. В условиях пандемии также возрастает необходимость внедрения в здравоохранение новых дистанционных технологий. В этой связи считаем целесообразным разработать концепцию сотрудничества в области телемедицины. В концепции важно предусмотреть обучение врачей методом телемедицины в лечении широкого спектра заболеваний, а также обмен передовым опытом в данной сфере. Пятое. В современных условиях угроза терроризма, экстремизма и наркобизнеса не только не ослабевает, а усиливается, приобретает новые формы, возрастает роль информационных технологий, социальных сетей, вербовки и радикализации молодежи, финансирование террористов. На этом фоне повышается востребованность, адаптация расшоз к решению принципиально новых задач по обеспечению безопасности на пространстве организации. В этой связи считаем необходимым разы повысить частоту рабочих контактов компетентных ведомств, разработать новые механизмы взаимодействия. Важно обеспечить регулярное обсуждение текущей ситуации, согласование совместных мер по противодействию вызовам и угрозам, в том числе в информационном поле. В конечном плане от этого будет зависеть наш общий вклад в укрепление мира, стабильности в обширном регионе ШОС. По всем указанным направлениям предлагаем активизировать взаимовыгодное сотрудничество со странами-наблюдателями, партнерами по диалогу и международными организациями. Уважаемые главы государств, сегодня как никогда важно не упустить исторический шанс по достижению долгожданного мира в Афганистане. Безопасность и мир в этой стране должны рассматриваться как важная составляющая стабильности и экономического просветания всего обширного ШОС. Благодаря усилиям мирового сообщества, в том числе стран ШОС, в Афганистане наметились обнадеживающие перспективы мирного урегулирования конфликта. Важно объединить усилия для поддержки этих позитивных сигналов продвижения к миру, оказания экономической помощи афганскому народу. Убежден, что мирному устойчивому развитию этой страны также будут способствовать вовлечению Афганистана региональные торгово-экономические процессы. В этой связи мы выступаем за скорейшее разработки и принятие плана практических мер по содействию социально-экономическому восстановлению Афганистана в рамках контактной группы ШОС Афганистан. Новые перспективы для всех стран ШОС открывает инициатива строительства транспортных коридоров, которые могут вернуть Афганистану его историческую роль соединяющего моста между Центральной и Южной Азией. Эти и другие вопросы предлагаем осудить в апреле 2021 года в Ташкенте на международной конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». Наряду с этим хотел бы предложить провести в следующем году, в преддверии 20-летия образования нашей организации, международную конференцию «Роль ШОС в системе международных отношений». Уважаемые главы делегации, позвольте также поздравить президента Таджикистана Имамали Шарифа Рахмона с принятием председательства ШОС и пожелать больших успехов в выполнении этой почетной и ответственной миссии. Благодарю за внимание. Я в свою очередь хочу поблагодарить президента Мильзиева за его выступление. Ряд важных моментов хотел бы отметить. Во-первых, считаю важным и актуальным предложение президента Узбекистана принять программу цифровой грамотности в России. Существует ряд программ в этой сфере, в том числе в рамках развития цифровой экономики. И мы точно, совершенно, абсолютно было бы полезно, можем обмениваться информацией и организовать совместную работу. Что касается создания предложения, вашего предложения создать сеть медицинских учреждений, то это тоже очень актуально и важно. Думаю, что на первом этапе можно было бы создать систему обмена необходимой и важной информации в этой сфере, протоколами и практиками лечения, медицинскими препаратами и наладить систему подготовки кадров, во всяком случае, в тех странах, которые в этом нуждаются. Что касается продвижения идеи и определения роли ШОС в системе международных отношений, это очень актуально, особенно в предстоящем юбилеем нашей организации. Благодарю вас за ваше выступление. Главы делегаций, государств, членов и наблюдателей проанализировали современный уровень и перспективы развития многосторонних отношений по приоритетным направлениям, а также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. С видеопосланием к участникам саммита обратился генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. По итогам саммита принята Московская декларация Совета глав государств членов ШОС, а также подписан пакет документов, нацеленных на расширение дальнейшего взаимовыгодного многопланового сотрудничества в рамках организации. По инициативе узбекской стороны на саммите принято заявление глав государств членов ШОС о сотрудничестве в области цифровой экономики. А в эти минуты под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиева проходит видеоселекторное совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Каракалпакстан. 2 октября на внеочередной сессии дюгарки Кенеса Республики Каракалпакстан глава нашего государства определил задачи, направленные на развитие каждого города и района и улучшение жизни населения региона. Для выявления актуальных проблем и разработки новой программы развития было изучено состояние 37 тысяч домохозяйств и субъектов предпринимательства. На основе проведенного анализа разработана комплексная программа развития Республики Каракалпакстан на 2020-2023 годы. Согласно программе, в целях повышения инвестиционной привлекательности региона новым предприятиям предоставляется ряд налоговых льгот. Кроме того, льготы получат вновь созданные предприятия в сфере промышленности и услуг в Тахтокупырском, Базатауском, Шуманайском районах и 45 махалях и аулах, попавших в категорию отстающих в развитии. На видеоселекторном совещании рассмотрены вопросы системной организации реализации мероприятий, определенных в программе. В частности, с учетом точек роста 17 районов и городов сформировано 1359 инвестиционных проектов на сумму 12,3 трлн сумм для реализации в 2020-2022 годах. Планируется привлечь 523 млн долларов прямых иностранных инвестиций и создать около 20 тысяч новых рабочих мест. Министерству инвестиций и внешней торговли дано указание создать 27 промышленных кластеров, работающих по системе от сырья до готовой продукции. В эти минуты видеоселекторное совещание продолжается. Подробности в наших последующих информационных выпусках. Состоялось очередное заседание Законодательной палаты Улимажлиса. Обсуждения парламентариев коснулись установления Дня профсоюзов Узбекистана, устранения коллизионных норм, создания эффективного механизма регулирования аудиторской деятельности и других вопросов. Ольга Русакова расскажет в деталях. Первым из представленных законопроектов предлагалось установить 11 ноября Днем профессиональных союзов Узбекистана. Отмечалось, что Федерация профсоюзов насчитывает 14 отраслевых профсоюзов, которые объединяют около 33 тысяч первичных организаций. Количество членов профсоюзов составляет 5,5 миллионов. Федерации придается большое значение повышению эффективности общественного контроля над защитой прав трудящихся. Поэтому необходимость установления Дня профессиональных союзов Узбекистана была признана единогласно. И соответствующий закон принят и отправлен на одобрение в Синад. Основное учтение прошло проект закона о внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан о нормативно-правовых актах. Документом разъясняется порядок их обсуждения на едином портале интерактивно-государственных услуг. А также порядок согласования проектов нормативно-правовых актов, равно как и вопрос ответственности за несогласование с профильными министерствами и ведомствами. Кроме того, внедряется Институт оценки воздействия. По мнению депутатов, принятие документа будет способствовать исключению норм, которые влекут за собой правовые коллизии. Двоякое толкование возникновения коррупционных проявлений. Активные дискуссии развернулись вокруг отдельных норм проекта закона об аудиторской деятельности, представленного во втором чтении после доработки. Раньше список лицензируемых видов деятельности включал аудиторскую деятельность. Президент своим постановлением отменил с 1 января лицензирование этой деятельности. Любая организация имеет право заниматься аудиторской деятельностью. Если мы сейчас примем закон вот в той виде, который они предлагают, мы просто слово лицензирование, механизм, сделаем через внесение в реестр. Как вы не понимаете, что уполномоченный орган все равно оставляет за собой право кому-то отказать внесение в реестр, кому-то не отказать. Это такое же разрешение на занятие этой деятельностью. Поэтому не голосуйте за эту норму. То есть этот механизм, он снова оставляет уполномоченного органа полностью рычаг для того, чтобы кого-то пустить, кого-то не пустить на рынок. И новое мнение придерживаются члены Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов Узбекистана. Аудитор, он несет большую ответственность перед обществом. И те иностранные инвесторы, как уже сегодня говорили. И пользователи информации, они должны иметь источник этой информации. И этот реестр очень важен. После детального обсуждения закон был принят. Дальнейший вердикт вынесет Верхняя Палата Парламента, куда он был направлен. Далее парламентарии концептуально одобрили проект закона о Конституционном суде Республики Узбекистан. В действующем законе деятельность Конституционного суда определяется своим реглантом Конституционного суда. Исходя из международного опыта, в данный законопроект включили такие нормы, что порядок деятельности Конституционного суда будет определяться самим законом непосредственно, а также регламентом самого Конституционного суда. Заключительное чтение прошло с закона внесения изменений в закон Республики Узбекистан о гарантиях свободы предпринимательской деятельности. По мнению депутатов, принятие этого документа снимет ограничения на количество учеников-ремесленников. Согласно действующему законодательству, предприниматели, осуществляющие такого рода деятельность, вправе привлекать для изготовления товаров не более пяти учеников с выплатой им соответствующего вознаграждения. Таким образом, предлагаемые поправки вносятся как в интересах ремесленников, так и женщин и молодежи, нуждающихся в трудоустройстве. Повестка не о заседании включала и другие вопросы, относящиеся к компетенции законодательной палаты. Народные приемные продолжают работу по решению насущных проблем граждан. Обращения касаются самых различных вопросов. Обновление линий электропередач, решение проблем на дорогах, обеспечение питьевой водой, поддержка в реализации предпринимательских инициатив и другие. Острые вопросы включаются в соответствующие программы и находят свое разрешение. В объективе камер Бухарская и Новоиска области. Особое внимание решение поднимающихся вопросов в обращениях граждан в народную приемную, связанных с обеспечением питьевой водой, электроэнергии, уделяется и в Шафирканском районе Бухарской области. К примеру, излечение в Махалинском сходе граждан имени Алишера Новои показалось, что опоры оставались между беспорядочно расположенными постройками, устарели линии электропередач. Мощность трансформатора уже не покрывала имеющиеся потребности. Мероприятия по решению этих проблем были включены в программу в начале года. В настоящее время продолжается работа по обновлению воздушных линий, установке железобетонных опор. Вот этот перекресток на улице Саврак считается одним из оживленных. Дорогой связывает районный центр с четырьмя самыми крупными махалинскими сходами граждан. Кроме этого, через эту территорию грузовые машины из степной местности въезжают в райцентр. Потому беспорядок в движении транспортных средств доставлял массу неудобств населению. Обращения на этот счет были тщательно изучены и удовлетворена многолетняя просьба по установке на перекрестке светофора, что обеспечивает безопасность дорожного движения. На основе обращений выполняется ряд практических работ по улучшению подачи питьевой воды в городе Каган. В частности, филиалом общества с ограниченной ответственностью Суфта-Миноте завершен ремонт оборудования. В результате чего обеспечена стабильная подача населению данного ресурса. В рамках инвестиционной программы на улице Ватан-Парвар проложена 800-метровая водопроводная линия. Привели в порядок остальную сеть. Вместе с тем намечается протянуть более чем километровую линию питьевой воды вдоль улицы Дуслик до улицы Хорезм. Долгие годы жители Махалико-Овчин Тяндарского района сталкивались с трудностями, связанными с плохим состоянием дорог. Обращение граждан на этот счет также возымело положительный результат. Посоветовавшись с представителями общественности, на основе дорожной карты асфальтировали почти двухкилометровый участок. Выполнены работы по строительству пешеходных дорожек, установке осветительных приборов. В настоящее время покрывают гравием еще километр дороги. В результате привлечения малоимущих слоев населения к предпринимательской деятельности, в частности создания необходимых условий для занятия животноводством, птицеводством и пчеловодством, многие такие семьи выведены из бедности и имеют стабильные источники доходов. На основе обращений в народные приемные выделяются субсидии для эффективного использования приусадебных земель. Среди воспользовавшихся подобной поддержкой и Азамджон Каримов из Махалинского схода граждан Узбекистан Аллатского района. На основе субсидий из легких конструкций построили теплицы для оставшихся в трудном положении, но имеющих опыт в дыханстве семьям, которые получают немалые доходы от выращивания различных агрокультур. Продолжим тему на примере практических мероприятий в Новоийской области. В Махале-Бохошамол Карманинского района, которая была образована на пастбищных просторах, более 2000 домов. В них проживает свыше 7200 человек. Растет и потребность в коммунальных услугах. Острые вопросы, отраженные в обращениях граждан в народные приемные, включаются в соответствующие программы и находят свое разрешение. В частности, отремонтированы дороги. Сдали в эксплуатацию одну общеобразовательную школу и два детских садика. Взято под контроль решение одной из больших проблем, связанной с водой. До сегодняшнего дня протянули без малого 2,5-километровую водопроводную линию. И совсем скоро население и приусадебные участки будут обеспечены жизненно важным ресурсом. Отдельное внимание вопросам подготовки объектов к зимнему сезону. Решению вопросов по обеспечению электроэнергии теплом, питьевой водой. Навещают семьи, проживающие в самых отдаленных местностях. Организовывают ярмарки продовольственных товаров по доступным ценам. Принимаются меры по доставке дополнительно на места угля, жиженого газа. В период пандемии, как никогда, деловой среде необходима помощь и защита. Приемные премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей продолжают оказывать поддержку по всей стране. И в приоритете не только крупный бизнес, но и семейные предприятия, кооперативы, сферы услуг. Проекты, которые обеспечивают достаток на местах. Репортаж из Кашкадаринской области. Аброр Бозоров из областного центра Кашкадарии организовал производство брусчатки. Получив банковский кредит, сумел и расширить деятельность. Увеличилось и число рабочих мест до 20. Очередные проекты были связаны с открытием автосервиса и учебного центра. В реализации данных инициатив ему помогли представители приемной премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей в городе Корши. В частности, выделение льготного кредита в размере 500 миллионов сумм. В настоящее время продолжается установка необходимого оборудования на данных объектах. Принято на работу 30 специалистов по математике и иностранным языкам. И только в приемную премьер-министра в областном центре с начала текущего года поступило 558 обращений предпринимателей. 403 из них решены положительно. Еще по 155 даны правовые разъяснения. Совместно с руководителями секторов регулярно проводятся приемы предпринимателей на основе графика. Принимаются все меры для решения проблем, с которыми они сталкиваются. Вместе с тем оказана практическая помощь 15 семям в городе Корши, состоящим в железной тетради. В плане организации швейного дела занятия птицеводством и рыбоводством, тепличным хозяйством. Поддержка предпринимательских инициатив способствует повышению семейных доходов населения. Иноя Тахмедова из Махалинского схода граждан Аралаул, города Корши, до сих пор занималась швейным делом на дому. Чтобы расширить его, обратилась за получением льготного кредита в размере 30 миллионов сумм в коммерческий банк. Но вопрос затягивался. Потому попросила помощь у ответственных лиц приемной премьер-министра. Нам помогли. На кредитные средства приобрели швейные машинки. Создано пять новых рабочих мест. Будем и впредь развивать деятельность. Для чего создаются все необходимые условия. Выпускаемая швейная продукция пользуется хорошим спросом. Также на одной сотке приусадебного участка возведена теплица, в которой растут зелень, чеснок, саженцы цветов. 340 из поступивших с начала этого года 352 обращений положительно решены и в Коршинском районе. Аброр Джураев, занявшись кондитерским делом, обеспечил постоянной работой 30 женщин. Намерен разводить и рыб, для чего нужен льготный кредит в размере 800 миллионов сумм. При содействии ответственных лиц приемной премьер-министра данный вопрос решился в короткие сроки. Предприниматель реализовал инициативу по выращиванию форели, для чего пробурил артезианский колодец глубиной 50 метров. Завез 500 мальков. С интересом взялись за работу во время карантина. Можно, оказывается, наладить дело. Создали условия для получения 10 тонн форели. Хотим расширяться и увеличивать объемы выращиваемой рыбы, создавать дополнительные рабочие места. В этом плане нам оказывают всестороннюю поддержку. Кроме этого, здесь растут 2000 бройлерных цыплят. И это лишь несколько примеров оперативного реагирования на обращение предпринимателей и их комплексного решения на местах. Что, в свою очередь, способствует развитию предпринимательства, повышению благосостояния семей. В своем послании парламенту глава нашего государства отметил необходимость внедрения эффективной системы объективной оценки государственных слушающих. Для выполнения поставленных задач в Агентстве развития государственной службы при президенте в экспериментальном порядке создана система для оценки Хакимов 12 районов и города по 73 ключевым показателям эффективности. КПИ, как их называют. Наш корреспондент расскажет о работе, которая ведется в Янгиюльском районе. Агентством на основе конкретных параметров была проанализирована деятельность Хакима города Янгиюль Ташкентской области и его заместителей. Сама система КПИ, Key Performance Indicator, это показатель достижения успеха в определенной деятельности. Посредством нее, к примеру, заместители Хакимов могут контролировать работу отделов, входящих в их структуру. Полученные результаты позволяют определить, какие отрасли отстают и, соответственно, требуют усиленного внимания. В результате внедрения этой системы, к примеру, в городе Янгиюль Ташкентской области, если в первом квартале была оценена эффективность деятельности в более 60%, к сегодняшнему дню по завершению третьего квартала более 100%. Из всех районов город находится на первом месте. Как добились этого? Были поставлены определенные задачи. Посредством данной системы оценки из существующих нормативных актов удалено более 70 задач и функций, не относящихся к компетенциям органов местного самоуправления граждан путем передачи их соответствующим государственным органам. С учетом всех задач определены приоритеты и показатели эффективности. И в соответствии с этими критериями сформирован рейтинг Хакима и его заместителей. По его результатам, Хаким города Янгиюля проводит оценку заместителей по таким параметрам, как продвижение по службе, поощрение или дисциплинарные меры. Сначала было непонятно. Ознакомились с системой KPI, проконсультировались со специалистами. Самое главное, в ней есть дисциплина. Можно повысить эффективность деятельности. 87,8% – это показатель эффективности деятельности Хакима по итогам первого полугодия, определенный в результате изучения агентством, проведенным в Янгеюля. Оно позволило не только выявить слабые места, но и разработать дорожные карты. Особенность внедренной системы оценки заключается в том, что весь процесс проходит через единую электронную платформу. Это обеспечивает беспристрастность оценки и минимизирует человеческий фактор. В Ташкентской области ведутся работы по улучшению качества оказания первичной медико-санитарной помощи. Существующие учреждения сферы оснащаются необходимым современным оборудованием. О потенциале и созданных возможностях в Черчаке – репортаж программы. Еще одна, уже третья семейная поликлиника была капитально отремонтирована и сдана в эксплуатацию. В медучреждении было отмечено, что за последние три года в Черчаке из госбюджета выделено около 20 миллиардов сумм на реконструкцию объектов медицинского назначения, оснащение современным оборудованием. В данном объекте стоимостью 6 миллиардов сумм созданы все условия для пациентов. Дневной стационар, комната для консультации, аптека, лаборатория, детское отделение, фитобар, кабинеты физиотерапии. Согласно инвестиционной программе, две из трех наших семейных поликлиник капитально отремонтированы, а одна построена заново. Все это обеспечивает качественные услуги населению. Разрабатывается дорожная карта по снижению загруженности поликлиник города. В результате количество семейных клиник будет увеличиваться, бизнес-инициативы в этой сфере будут всесторонне поддерживаться. Из местного бюджета в сферу направлено около полутора миллиардов суммов. В настоящее время большое внимание уделяется строительству нового массива Махале-Шодлиг. Здесь населению передано более 27-этажных томов. Еще 4 16-этажных находятся на стадии строительства. Мы планируем построить здесь еще одну семейную поликлинику. В целях популяризации здорового образа жизни среди населения города каждую субботу организуются специальные занятия по физической культуре. У меня болели ноги, спина, поднималось артериальное давление, беспокоило сердце. С тех пор, как мы начали заниматься физкультурой, стали чувствовать себя бодрее, особенно весело заниматься массово. Самому младшему участнику очередных занятий 3 года, самому старшему 70. Всего в мероприятии приняли участие порядка 500 черчикцев. В Ташкентском государственном стоматологическом институте прошла презентация международного научного журнала «Медицина и инновации», созданного в сотрудничестве с одним из престижных университетов Финляндии в рамках подписанного ранее меморандума. Какие статьи можно будет встретить на страницах нового издания, узнавала моя коллега. Признанный на международном уровне эффективный метод обучения Финляндии внедряется в деятельность учебных заведений нашей страны. Налаживается сотрудничество в различных сферах. Ташкентский государственный стоматологический институт стал учредителем научного журнала «Медицина и инновации» в сотрудничестве с Университетом прикладных наук «Джемк». Основная цель нового издания – обеспечить качество обучения по современным программам в соответствии с государственным образовательным стандартом. В журнале также регулярно публикуются статьи ученых и следователей. Это позволит специалистам обменяться опытом. Примечательно, что журнал также фокусируется на публикации материалов по темам, которые способствуют развитию экономики страны посредством медицинского и образовательного процесса. Журнал создан в рамках меморандума, подписанного между Ташкентским государственным стоматологическим институтом и Финляндским университетом прикладных наук. Регулярно будут публиковаться статьи докторантов о научных и практических исследованиях, научные работы из различных областей медицины по актуальным вопросам в регионе и мире. В редакцию журнала помимо ученых из Узбекистана входят члены научного сообщества из ведущих стран мира, в том числе из Финляндии, Италии, Чили, России и Казахстана. Дальнейшее реформирование медицины, использование современных методов обучения является требованием сегодняшнего дня. На презентации также был представлен и мультимедийный учебник по офтальмологии и практической физиологии. Его преимущество в том, что студенту могут читать, исследовать и проверять свои знания самостоятельно. Были награждены и победители конкурса «Студент года». Универсальный продукт. Оливки – один из плодов, хорошо известных своими полезными свойствами. Они относятся к группе масленичных растений. Из них получают самые потребимые масла высокого качества. Это прибыльное дело, и наличие более 400 тысяч гектаров в предгорьях Сурхандаринской области побуждает принять практические меры в этом направлении, то есть выращивать. Урожай от оливкового дерева можно получить уже через 3-4 года. И это от 50 до 70 килограммов плодов. Подходящие условия для выращивания данной масленичной культуры созданы и в Сурхандаринской области. Благоприятствует этому и здешний климат. Кроме этого, сильная корневая система, укрепляясь в почве, защищает ее от затопления и эрозии. Еще одна замечательная особенность – долговечность. Оливы могут жить до тысячи лет. Средняя высота – 8-10 метров, а некоторые виды достигают лишь 4-6 метров. Являясь засухоустойчивыми, хорошо выдерживают и минусовую температуру 13-18 градусов. Примечательно, что эти показатели подтверждаются и на практике. В настоящее время в Джакурганском районе Сурхандаринской области на 10 сотках земли высажена оливковая плантация. Также в Алтенсайском районе сейчас на 35 сотках осуществляется работа по сбору урожая. Нужно отметить, что выращивая оливки, мы используем современные технологии. Наши планы также входят привозить саженцы из таких стран, как Испания, Турция и Иран. Как опытные, так и начинающие садоводы полны решимости, проходят исследования и выращивают на своей земле саженцы оливок. У меня было желание развести оливковый сад, и вот я этого достиг. За нашими оливками приезжают почти из всех областей. Нельзя не сказать о пользе оливкового масла, которое содержит большое количество жирных кислот, а также необходимые нашему организму витамины Е, А, Д. Его также используют в косметических целях. Кроме всего прочего, листья этого растения обладают лечебными свойствами. Препараты, приготовленные из них, используются в качестве профилактического средства от гипертонии, атеросклероза и ожирения. Таким образом, принятые меры по высаживанию оливковых плантаций в нашей стране, и в частности в предгорьях Сурхандаринской области, открывают уникальные возможности для развития данного направления. Продолжаем программу. По инициативе прокуратуры Новоиской области в Нуратинском районе прошли выездные приемы. По итогу нашли решение самые насущные вопросы жителей. Трудоустройство, организация в отдаленной Махали ярмарки, открытие учебного центра, воплощение пяти инициатив. Обо всем по порядку. Дельфуза Мадаминова. Очередной выездной прием, инициированный прокуратурой Новоиской области, членами рабочей группы второго сектора, прошел Махале Тимирковук, что примерно в 170 километрах от областного центра. Обращения граждан касались вопросов оздоровления, трудоустройства и предпринимательской деятельности, а также ремонта внутренних дорог. Кумушой Халмурадова окончила профессиональный колледж, однако какое-то время не работала. И вот сейчас ее проблему решили. Временно я не работала, обратилась к руководителю второго сектора, рассказала о своей проблеме. Решение нашлось прямо на месте. Мне предложили работу оператором профессиональной школе номер один Нуратинского района. Мы благодарны, что несмотря на дальнее расстояние, к нам приехали и помогают. В ходе встречи были изучены обращения каждого и определены соответствующие меры для их решения. Что немаловажно, восемь незанятых граждан были направлены на работу на предприятие и в организации. В основном это молодежь. Так как Махаля, Тимир, Ковук находятся далеко от районного и областного центров, поэтому за покупками приходилось ездить, преодолевая большие расстояния. Развернувшаяся здесь торговая ярмарка позволила местным жителям приобрести необходимую продукцию недалеко от дома. А Тамурат Хаджамкулов при содействии руководителя второго сектора получил кредит в размере 300 миллионов сумм и создал в своем районе учебный центр «Каракуль Эдукейшн». У нас работают семь учителей. Четверо из них учились в Каракульской школе, а после того, как закончили вуз, пришли к нам на работу. Уделяемое внимание сфере образования открывает перед нами широкие возможности. В будущем хочу построить в районе филиал Каракульской школы математики, где будет воспитываться новое поколение гениев, таких как Берунии, Авлании. Просторные и светлые комнаты оборудованы в соответствии с современными требованиями. Здесь преподают квалифицированные педагоги, прошедшие специальные курсы. Учебный центр специализируется на математике, физике, химии и биологии. В нем могут обучаться 125 человек. Гости ознакомились с условиями, созданными по этому адресу. В пяти важных инициативах, выдвинутых главой государства, особое внимание уделяется содержательной организации досуга молодых людей, в частности, их вовлечению в спорт, искусство и культуру чтения. В продолжении встречи были продемонстрированы таланты и способности юношей и девушек. На выставке, организованной во дворе профессиональной школы номер один Нуратинского района, были представлены работы молодых людей по живописи, ремеслу и искусству. Бег – отличный способ зарядить свой организм энергией. Подростки преодолевали дистанцию в 500 метров, а веломарафон еще раз продемонстрировал их физические способности. В рамках мероприятия те, кто активно участвовал в спортивных соревнованиях и проявившие себя в пяти инициативах, были награждены грамотами. К другим темам безопасность – во многом вопрос профессионализма. На Бухарском нефтеперерабатывающем заводе проведены тактика специального учения с места событий Валерия Солохуддинова. Тренировать навыки тушения пожаров, которые могут возникнуть на опасном производственном объекте, уметь принимать правильные решения в чрезвычайной ситуации и своевременно организовать эвакуацию людей. Эти задачи требуют от специалистов по гражданской обороне максимальной степени подготовки и высокой ответственности с целью совершенствования знаний и повышения уровня квалификации для сотрудников отдела пожарной безопасности регулярно проводят оперативно-тактические учения. Ежегодно, согласно приказу «Узбекнефтегаз» организуется проведение тактики тренировочных занятий. Объект, как всем известно, стратегический, бесперебойное обеспечение для республики – это самый важный момент. Поэтому готовность нашего персонала в любое время, можно в ночное время, в зимний период, в жаркий период, мы должны всегда взять под контроль и оснащенность персонала. Задействованы 192 человек, 26 спецтехники и все подразделения, которые сегодня должны участвовать на этом мероприятии. Очередное учение по тушению пожара проходило в главном цехе и хранилище нефтепродуктов Бухарского нефтеперерабатывающего завода. Условный сигнал возгорания на технологической установке и в емкости для хранения топлива поступил на горячую линию 3-0-1. Диспетчер пожарно-спасательного подразделения немедленно направил учебный отряд к месту происшествия. Место условного пожара было оцеплено, а само возгорание оперативно потушено. Пострадавшие в результате аварийной ситуации оказали первую медицинскую помощь. Результативность и уровень взаимодействия штаба были отмечены руководителем тактического учения. Как сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС, сегодня в 19.37 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Таджикистане. Магнитуда в эпицентре составила 5,2, глубина 183 километра. Расстояние от эпицентра до Ташкента 296 километров в юго-восточном направлении. Сила подземных толчков на территории Узбекистана в Ташкенте, на Мангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке, Самарканде и Тормезе – 2 балла. Но, возвращаясь к учениям, это неотъемлемая часть подготовки профессионалов. В целых повышение боеспособности и боеготовности национальной армии Узбекистана, они организуются исходя из реальных условий и требований времени. Все эти аспекты учтены в ходе прошедших в Ташкентском военном округе комплексных тактико-специальных учений Министерства обороны. Лола Ракаева раскроет детали. В эти дни акватория реки Сардарьи буквально кипела от раскрывающихся понтонных переправ и передвигающихся вплавь военной техники и вооружения. То была работа военных инженеров, которые шлифовали мастерство наведения понтона мостовой переправы. Но все по порядку. Ранним утром в 6 часов по сигналу тревоги десантные подразделения было приведено в боевую готовность. Высшестоящим командованием определены задачи и дальнейшие инструкции к действию. Десантникам предстояло переместиться по Сардаринскому мосту в обозначенный район. Согласно легенде, по причине произошедшего на мосту крупного ДТП, повлекшего его разрушение, понтонный взвод получает новую водную. В кратчайшее время соорудить водную переправу для военной техники и вооружения. У военных есть всего несколько часов, чтобы организовать сооружение и соединить два берега реки. Вслед за маршем десантников успешно осуществлена переброска техники понтона мостового парка в заданный район. Так стартовали тактико-специальные учения, в которых задействованы боевые подразделения и инженерные войска. Учение проведено в три этапа. Это проведение подразделения в боевую готовность, вывод в назначенный район и непосредственно выполнение поставленной задачи. Наиболее сложный этап – это стыковка моста в самих берегах. Расчистить завал, навести мост, проложить дорогу там, где это кажется невозможным. Для военных любая подобная задача – профессиональный вызов, справиться с которым помогает специальная инженерная техника. Многотонные машины в считанные минуты выполняют самую сложную работу. За зрелищными действиями и слаженной работой сводного отряда наблюдают министр обороны, руководящий состав военного ведомства, слушатели и курсанты Академии Вооруженных Сил. В считанные минуты водную преграду преодолевают вплавь два бронетранспортера. Следом за ними пара плавающих транспортеров. Специальную подготовку демонстрируют экипажи боевых машин, успешно преодолевая десантным способом реку, глубина которой в этом месте достигает 20 метров. Одна за другой понтонные секции сбрасывают в реку со специальных машин. Едва коснувшись воды, многотонные звенья раскрываются сами собой, которые в руках военных инженеров, подобно конструктору, собираются в большую переправу. Чем длиннее становятся переправы, тем сложнее приходится работать военным инженером, которые, как шахматисты, рассчитывают на несколько шагов вперед, с учетом многих нюансов. Проводится инженерная разведка. В первую очередь, конечно же, обозначить места переправы. Для того, чтобы организовать десантный паромный переправ, паромно-мостовую переправу, необходимо, конечно же, в первую очередь узнать тип реки, дно реки, скорость течения, ширину данной водной преграды. Для усиления охраны и прикрытия действий понтона-мостового взвода с противоположного берега отправлены дополнительные силы. Применение беспилотного летательного аппарата также позволяет отбить атаки условного противника, принимающего попытки нападения на военнослужащих и препятствующего оборудованию моста. Военные демонстрируют слаженности взаимодействия, которые оттачиваются в ходе проводимых тренировок и подобных маневров. 25 минут в норматив уложились. Понтонно-мостовая переправа готова для переправы военной техники и вооружения. Атака условного противника успешно отражена. Берег левый, берег правый. В установленное время соединились благодаря быстрым и точным действиям военных инженеров. А молодое поколение военнослужащих, безусловно, получило массу впечатлений от работы профессионалов, доказавших на деле, что умеют принимать нестандартные решения в чрезвычайных ситуациях и выполнять поставленную задачу в любой обстановке. Таковы были информационные итоги дня. Продолжайте следить за развитием событий вместе с нами. Всего доброго. Продолжение следует...